В эфире самая антикризисная рубрика программы «Галилео. Эксперименты». Сегодня мы научим вас брать от жизни всё. Вот, например, я сегодня ехал в метро, случайно запел, и вот, пожалуйста, результат. Денежка, да. Хорошо, что я запел про себя, а не вслух, а то бы вообще закидали. И второе, чему мы научим вас сегодня, кроме того, что петь в метро, это наливать себе воду с горкой. Возможно ли это? Спросите вы меня. А я вам скажу, а фиг его знает. Я профессионал, поэтому просто слова на ветер не бросаю. Уж если проверять, так проверять. Итак, давайте попробуем налить воду в стакан, да ещё и с горкой. Я озвучу, как вода выливается. Бы-бы-бы-бы-бы-бы. Стоп. О! Стакан полон. И это хорошо видно. Но вода не выходит за пределы стакана. Значит, никакой горки нет. И тут пригождается моя сегодняшняя зарплата, которую я честно заработал в московском метрополитене. Начинаем бросать монетки на дно стакана. И тем самым начинаем вытеснять воду из стакана. Но! Мы уже две монетки погрузили на дно, а вода из стакана до сих пор не выливается. Хотя понятно, что монетки имеют некий объём. И каждая монетка, опущенная на дно, это ещё на несколько долей миллиметра приподнятая поверхность воды над стаканом. Продолжаем эксперимент. Вот мы уже с вами, если внимательно присмотреться, видим, что поверхность воды начинает немножко подниматься над краем стакана. Наша задача всё-таки добиться, чтобы в стакане образовалась хоть маленькая, но горка воды на поверхности. Добавляем ещё одну монету. Поверхность воды, друзья, уже находится над стаканом. Образуется небольшая горка. А, собственно, зачем нам монетки? Монетки нужны для того, чтобы постепенно увеличивать объём воды в стакане. Продолжаем это делать. Ну, смотрите, а. Я уже, наверное, монет 20 бросил в стакан, и при этом ещё ни одна капля воды из стакана не выливается. А на поверхности стакана образовывается гора. Гора воды. Странно звучит, но это именно так. Гора воды. Наверняка те люди, кто смотрит нашу программу регулярно, уже догадываются, к чему я веду. Я, собственно, хочу вам продемонстрировать, как поверхностное натяжение воды удерживает саму воду. То есть, по идее, давным-давно вода уже должна была перелиться через край и вылиться на стол. Но благодаря поверхностному натяжению воды этого не происходит. А мы видим, наоборот, некую гору воды, которая возвышается над поверхностью стакана. Нифига себе! Вот это пузырь! Честно вам скажу, чтобы эффект был сильнее, края стакана нужно смазать каким-нибудь жиром. Ну, например, пластилином. Тогда края стакана будут плохо смачиваться, и эффект будет сильнее. Всё, друзья, всё! Вода начала переливаться через край стакана. Закончился эксперимент с поверхностным натяжением воды. А теперь, внимание, вопрос! Какое количество монет я опустил в стакан? Если у вас есть правильный ответ, присылайте его нам на сайт galileo-tv.ru. Тот, кто правильно угадает количество монет, в качестве приза получит эти монеты. Счастливо!